Здравствуйте, как вас зовут? Лариса Сергеевна. Да, а эта красавица ваша? Так, это Анастасия. Ой, Анастасия здесь. Вот себя подстригла немножко вчера. Это Альбина. Мы знаем, что вот у неё ножка поломана, да? У нас, да, ситуация получилась. А позавчера, пятницу получается, собаки кинулись. Ехали на велосипеде, спец шахта бурения, возле саночистки. Собаки кинулись за ноги. Ну, собак как бы уже убрали. Ну, слава Богу, полома нету, но ножку ей перебинтовали. Мы каждый через день ездим, делаем ногу. У нас нету ни врачей, обычно на Петровке никого нету. Ездила я по улице Артёма на травматологические. Там нам поставили гипс. Вот, мы теперь в гипсе. Мы знаем, что у вас шестеро детей, да? Да, ну, самому старшему нашему уже 18 лет. Ну, остальные помладше, они в школе? Да. И сегодня мы приехали вот вас проведать. Привезли два продуктовых набора здесь на такую большую семью. А также здесь вещи люди передавали нам. Спасибо вам большое. Нуждаемся. Дело в том, что мы раньше у них были, они жили в Александровке. Ну, их там обманули. Дом им не предоставили, у них было. Им пришлось, вот видите, в такие условия возвращаться. Сейчас они только еще в процессе переезда. Муж женщины сам инвалид, да? Да, он инвалид третьей группы, сломанный позвоночник. Да, и вот он пытается кое-как подрабатывать. Ездит в Москву на заработки. Он сейчас там и находится. Да, хочет как-то прокормить семью, но им очень трудно. И сегодня благодаря жителям Норвегии, благодаря группе «Помогите детям Украины» и пожертвованиям, говорит Маргарете, мы приехали, привезли вам вот здесь вот этим славным малышам продукты и вещи. Спасибо огромное, друзья. И вам большое спасибо. И низкий вам покой. Вы очень помогаете. Если бы не вы, я, наверное, бы не смогла. У нас одна ситуация. Так как я замужем за мужем, который, извините, инвалид, не может ничего помочь. У нас тяжело с нами. Обращалась и к депутатам, все обращалась, немножко сказали, подождите. Пока помощи нет. Если надо, это внутри. И сбоку могу показать, долго, насколько трещины. Мы, конечно, мечтали здесь что-то сделать. Ну, пришла ситуация, надо выехать.